Из-за грубого характера спорта и интенсивности режима тренировок, бойцы ММА нередко вступают в поединок с травмами или недугами того или иного рода. Однако все становится действительно страшным, если они решают не отменять бой, несмотря на то, что они получили сотрясение мозга незадолго до сражения. Сегодня мы поговорим о 10 печально известных примерах того, как бойцы принимают неуместный азарт, чтобы продолжить сражаться, при этом получив серьезный урон по голове. В 2004 году перед турниром EFC 50 Марвин Истман провел свой худший тренировочный лагерь в карьере. В течение нескольких недель перед поединком он спарринговал с Тито Артизем, который в одной из попыток ухода от тейкдауна подпрыгнул и попал ему коленом в голову, вызвав сотрясение мозга. Истман решил не отменять из-за этого свой предстоящий поединок, продолжив проводить спарринги. Спустя какое-то время его снова поймали этим коленом, но на этот раз он выключился. При обоих случаях такой травмы боец должен был сняться с турнира, а он, накопив урон от каждого попадания, все-таки решил выйти в октагон, и конечно же его ждали там проблемы. Трэвис Лютер, который за всю свою карьеру в ММА не оформил ни одного нокаута, смог победить досрочно в стойке только Марвина, и это случилось во втором раунде. Сначала может показаться, что удар был чистым, и многие могли бы упасть в такой ситуации, но после тщательного просмотра становится заметно, что это было даже не попадание, а скорее касание, которое наглухо обездвижило тело бойца. В тот вечер многие списали челюсть Истмана, назвав ее ужасной, а сам боец позже рассказал обстоятельства, которые привели к этому поражению. В 2017 году Диего Санчес провел всего два поединка, при этом в обоих случаях он улетел в нокаут. Перед схваткой с Мэттом Брауном в зал к кошмару пришел новобранец Джеймс Вик, который сначала травмировал ему нос порезом, а затем нанес Диего сотрясение мозга, и это все было в порыве ярости. В тот момент Санчес рассказывал, что его память стала ухудшаться, он боялся серьезных осложнений, особенно с тем учетом, через сколько рубок в клетке он уже прошел. Несмотря на все это, ему нужны были деньги перед рождеством, и он хотел обеспечить свою семью, так что он решил выйти в любом случае против Брауна. Оглядываясь назад, это было большой ошибкой, ведь Мэтт наглухо вырубил его локтем уже на третьей минуте боя. С тех пор Санчес придерживается того, что меньше спринговать и более серьезно относиться к здоровью своего мозга. На турнире UFC 3 Гарольд Ховард покидал арену после победы, и он направлялся в комнату отдыха, и бум, он ударился виском и заснул надолго. Его команда какое-то время приводила его в чувство, и уже спустя 15 минут он снова должен был биться в октагоне. Но ему повезло, потому что Хойс Грейси снялся с турнира из-за усталости, что принесло Гарольду еще какое-то время на отдых и реабилитацию. Позже снялся с турнира и Кен Шемрак из-за травмы, и уже в финале Ховард бился с вышедшим на замену Стивом Дженнумом. После избиения в партере, команда бойца выкинула полотенце, уменьшив мучения Гарольда, который и так настрадался в тот вечер. Из всех бойцов этого топа, Крис Холсфорд является ярким примером разрушительных последствий травмы головного мозга. Карьера члена команды Тим Альфа Мэйл началась за большой мечты. Успех пришел после трех побед на шоу ТАФ, все из которых были досрочные. Первый сотряс он получил перед финальным боем, а спустя годы выяснилось, что это был Ти Джей Дилшоу, который попал ему по макушке коленом во время борьбы. В тот момент многие обвиняли бывшего чемпиона в излишней агрессии. Большинство даже считали, что он делал это специально. Пройдя все невзгоды, молодой боец победил в финале и заключил контракт с UFC, одержав еще две победы и улучшив свой рекорд до 6-0. В это время он снова получил сотрясение мозга на подготовке, но теперь ему стало реально плохо после этой травмы. Хоть он и одержал верх в крайней схватке, симптомы сотрясения мозга не переставали его мучить. Его глаза стали хуже реагировать на свет, и он не мог долго находиться возле шумного места. Он пытался реабилитироваться, но позже боец все-таки завершил карьеру, став тренером команды. На подкасте Джо Рогана тренер GSP рассказал, что однажды перед титульным поединком его подопечный получил сотрясение мозга в спарринге, и случилось это перед встречей с Дэном Харди. Однажды он упал на тренировке перед титульной встречей с Харди. Я был уверен, что он получил сотряс, и я ему тогда сказал «Джордж, давай заканчивать!». А он такой «Нет, тренер, дай мне закончить раунд, я в норме!». И тогда я подумал, что если сейчас остановлю его, то сломаю в нем уверенность, он был бы просто разбит. «Я согласился на это, но я подготовил его спарринг-партнера, чтобы он легче работал с чемпионом, и в итоге крайний раунд забрал GSP». Захаби также утверждал, что тот момент удара был снят на камеру, а позже все его спарринг-партнеры только боролись с канадцем, чтобы больше не травмировать его ударами. Это принесло свои плоды, ведь Джордж уничтожил на земле Дэна Харди в вечер боя. Форест Гриффин, по его словам, был просто разбит в поединке с Андерсоном Сильвой, ведь он ничего не смог сделать чемпиону, после чего был нокаутирован. Несколько лет спустя боец признался, что в ходе подготовки к этому бою его дважды вырубали на тренировке, и это было всего за две недели до поединка. Гриффин рассказал, что проводить спарринги так часто и с такой силой было его ошибкой, что в конечном счете сократило его время карьеры. Шона Мейли сделал себе имя во время шоу «Дана Вайта ищет таланты», но все было не так гладко, ведь ему пришлось рискнуть своим здоровьем, чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью ворваться в мир UFC. Я никому не рассказывал о том, что перед тем боем у меня было сотрясение. Я проснулся утром, и у меня дико болела голова. Я был просто разбит. Я пошел как робот вперед и делал все, чтобы попасть на этот чертов бой и победить. Все это было не напрасно, ведь Шон победил нокаутом уже спустя 4 минуты, и позже подписал контракт с UFC и одержал там уже 4 победы. Первые плоды успеха Даниэль Кормье получил во время Strikeforce. Тогда он победил в гран-при в тяжелом весе, одолев в финале Джоша Барнетта в самом сложном поединке на тот момент в его карьере. Перед важнейшим боем Кормье получил...